Всем привет, друзья! Ну что, выехали мы из Германии. Сегодня был последний денёчек нашего пребывания в прекрасных городах и городках. Сейчас мы въехали во Францию, в городе Страсбург мы находимся. И что я могу сказать, мои первые впечатления о Страсбурге? Архитектура совсем другого типа. Если Германия была очень похожа на Австрию, и почти ничем меня особенным не поражало, потому что такие же небольшие домики с крышами. Единственное, что в Германии они были все примерно одного цвета и очень типичные, и не выделялись ничем. То есть все похожи друг на друга. То во Франции, ну конечно, мы в большом городе, есть дома деревянные, есть дома кирпичные, все такие необычные, и они мне все нравятся. То есть если спросить меня, Оля, хотела бы ты жить в таком доме, да? Хотела бы жить. Все очень так стильно, утонченно и приятно. Там продают тортики и всякие вкусняшки. Как бы я все съела. Слипнуться. Нет, не слипнуться. Мы в центре города Страсбург. Восхищаемся зданием. Ах, какой же он красивый! Ну просто тортик! Нет, безешечка, скажу вам я. А на самом деле Страсбург – это город на востоке Франции. Название в переводе означает «крепость у дороги». Город является замечательным примером смешения двух культур – немецкой и французской, так как территория частенько переходила то к одним, то к другим. Центральная часть города Страсбурга занесена в ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия из-за неповторимости архитектурного облика. Ну что, друзья мои, мы находимся сейчас в райончике Маленькая Франция. Почему этот райончик так называется, есть две легенды. Раньше в этом месте был военный госпиталь, в котором находились французские военные, и к ним собирались со всего города проститутки. И поэтому этот район получил название Маленькая Франция, потому что им далеко нельзя было ходить, не проституткам, а французским военным. И для них это место стало Маленькой Францией. А еще есть такая легенда о том, что здесь сюда свозили очень сильно больных людей, тоже, опять же, в этот госпиталь, в котором нельзя было покидать эту зону. И поэтому для них тоже это место стало Маленькой Францией. Не знаю, какая из версий более правдивая. Также этот район известен тем, что здесь были кожевники, и всегда в этом месте был неприятный запах. Но сейчас мы пройдемся по улочкам и как следует понюхаем, сохранился ли запах. И еще увидим ли мы здесь следы военных или следы сильно больных людей, или, может быть, проститутки оставили свои подвязки. Разберемся, пойдемте. Минуточку внимания, пожалуйста. Между прочим, Маленькая Франция стоит на реке Иль. А эти красивые домики с поперечными планочками называются сложным словом фахверковые. А почему они так называются? И еще какая-то история? Расскажите мне об этом в комментариях. Сделайте мне чуточку умнее. Все меньше и меньше мне верится в то, что в этих домах жили, потому что ощущаешь себя как в сказке. Музыка. 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 Вот и распробовали мы свой маленький, кусочек французского десерта. Нам было очень вкусно и как красиво. На этом на сегодня попрощаюсь с вами. Пишите, делитесь, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До новых встреч! Всего вам самого наилучшего! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok